Здравствуйте, круглики! Помните, в прошлом видео про Pixar я говорил, что вся судьба компании сейчас поставлена на карту Головоломки 2? Так вот, иногда карты играют так, что мама не горюй! Я ожидал чего угодно. Я ожидал провала, я ожидал проходника, который соберет средненько на уровне последних двух-трех релизов, я ожидал хорошего фильма, который за счет сиквельности должен собрать выше среднего, но чего я никак не ожидал, так это самого успешного мультфильма в истории человечества вообще. И нет, я не преувеличиваю. Что вдвойне забавно, потому что сам по себе фильм оказался проходным, на мой взгляд, но черт возьми, если он сейчас не рубит банк по всему миру. Банк, который Pixar был жизненно необходим. Жизненно необходим, я подчеркиваю. После недавней волны увольнений шансы на закрытие студии были реальны как никогда. После огромного количества провалов, как минимум четырех, идущих один за другим, и таким образом рисующими картину особенно плачевно. После переориентировки студии, известной своими крупными берущими за душу фильмами на ширпотреб для Дисней Плюса, идея которая пришла Бобу Айгеру скорее всего в пьяном бреду, потому что в противном случае я хочу задать ему несколько наводящих вопросов о его, блять, компетентности. После всего этого, если бы все-таки было принято решение студию расформировать и слить Сентхаус на Диснеевской, я бы не удивился. Но могу вас поздравить, дорогие, никто никого расформировать не будет. Бренд жив и будет жить еще очень долго. Судя по тому, что они сделали самый успешный мультфильм в истории человечества по интернациональному прокату. За свою первую открывающую неделю Головоломка 2 собирает рекордные 300 миллионов долларов. 295 для тех, кто любит точность. Из них 155 на местном американском прокате и 140 на интернациональном. Это рекордная отметка не только для Пиксара, но и в принципе для индустрии. Но если хотите сравнение, по интернациональному прокату за аналогичный период Холодное Сердце 2 собирало 135 миллионов долларов. А вы представляете, что такое Холодное Сердце, мать его 2? Каким-то образом этот пиксаровский сиквел оказался успешнее, чем Сраное Холодное Сердце. Я до сих пор в это поверить не могу. Если вы хотите что-то более недавнее, ну можно посмотреть на Супер Марио Фильм, который в местном прокате за аналогичный период собирал 146 миллионов долларов против 155, которые вносят Головоломка 2. Учитывая качество непосредственно самого фильма, мне сложно решить, что я об этом думаю. Мне вроде как и приятно от того, что Пиксар закрывать не будут, но в то же время и как-то обидно, потому что сам фильм этого заслуживает хорошо, если на четверть. Я писал о своих первых впечатлениях, когда только начали появляться цифры у себя в телеге. Если вы здесь недавно, то спасибо вам огромное за подписку и на мой ютуб канал и на телегу, в которой помимо моих мнений о разных штуках, также опущу мемы, анонсы стримов и многие-многие другие штуки. По ссылочке в описании обязательно проходите. Как только я увидел, сколько Пиксар собирает, я сразу понял, скорее всего нам не нужно будет ждать ни одного оригинального проекта от них в ближайшие лета, так, ну я не знаю, ну года 4, наверное. Я утрирую, конечно, прямо сейчас у них в разработке находится еще один оригинал под названием Элио, который должен выйти рано или поздно, но я не вижу реалистичного сценария, в котором Дисней отдаст им право приоритизировать оригинальные проекты после того, как они, во-первых, а, провалились огромным количеством этих самых оригинальных релизов, и б, после того, как сиквелы в очередной раз доказали свою профитабильность. Я не думаю, что мне нужно объяснять, почему сиквелы приносят сумасшедшие бабосы по сравнению с первой частью, да, потому что у вас уже есть устоявшаяся аудитория, которая в этом тайтле заинтересована, соответственно, в плане маркетинга вам нужно тратить меньше, в то время, как вы получаете больше, но таких рекордных цифр, я, честно вам скажу, я не ожидал, я не знал, что Pixar на такие цифры в 2024 году, в принципе, способен. Давайте даже не будем начинать растекаться на обсуждение того, какое отношение к пиксаровским сиквелам царит после того, как они раз за разом доказывали свою нестабильность от сиквелов, которые люди хотели видеть, а после просмотра понимали, что лучше бы, сука, не видели, до сиквелов, которые чувствовались как, в принципе, естественное продолжение истории, в то время, как ты даже не ожидал, что этот сиквел, в принципе, будет нужен. Я бы сказал, что «Головоломка 2» относится скорее ко второму типу, но какого-то сильного впечатления фильм на мне не оставил. Скорее, это было просто достаточно хорошее для провождения время и не потраченные впустую деньги на билет в кино. Это лучшее, что я могу сказать про фильм. Он явно не хватает каких-то сумасшедших звезд с неба. Кроме, конечно, ценника, который он сейчас зашивает, да, тут ничего не могу сказать. Что бы я ни говорил, люди определенно хотели «Головоломку 2», и они показывают это своим кошельком. Как бы это описать? «Головоломка 2» чувствуется как фильм, который продолжает точку, на которой мы остановились в прошлый раз, но при этом не откатывая персонажей назад. Больше всего я боялся, что они просто сделают первый фильм только еще раз, примерно как это было в «Суперсемейке 2», когда Боб вроде как вырос как персонаж, но начиная со второго фильма он снова относится к своей семье нисходительно, ему снова нужно пройти через ту же самую арку еще раз, потому что если это работало в первый раз, почему бы не заставить это сработать во второй? Здесь такого не происходит. По своей структуре вторая часть на первую очень сильно похожа. В очередной раз несколько эмоций выбивают из их привычной колеи, выкидывая из офиса в прямом смысле, они отправляются в путешествие по лабиринту сознания, узнают что-то новое о себе и о своем человеке Райле по пути, в то время как камера периодически переключается обратно на офис, где царят теперь уже новые эмоции, захватившие ее жизнь. Мне понравилось волнение как антагонист. Честно признаюсь, когда я увидел ее впервые, мне показалось, что она в этом фильме будет чувствовать себя не к месту визуально, она очень сильно отличалась от других моделек, но время шло, и потихоньку я начал к ней привыкать. Она производит очень положительное впечатление антагониста, который пытается из хороших побуждений поступить правильно, в первую очередь для человека, которым она заведует, но в то же время ее действия, не подкрепленные уроком, который этот фильм пытается нам преподать, заканчиваются трагично для нее в долгосрочной перспективе. В целом все новые эмоции достаточно милые, у них есть несколько хороших шуток, единственная, к которой у меня есть претензия, это зависть, которая, скажите мне, если вы тоже это подумали, абсолютно не репрезентировала собой зависть. То есть она скорее выглядела как такое относительно завистливое одобрение, вау, у кого-то другого что-то есть, вот бы у меня тоже так было, вместо того, чтобы быть более агрессивной, как зависти, по идее, положено, да, то есть она была скорее такой безобидной. Я уж не хочу говорить беззубая, да, но, нет, стоп, на самом деле хочу. Зависть в этом фильме дико беззубая. Их появление и роль в сюжете качественно прописаны, логичны и не вызывают вопросов. Да, в принципе, весь этот фильм не вызывает к себе вопросов на тему того, почему происходит то-то и то-то, а он чувствуется как вполне логичное продолжение жизни Райли. Даже к самому персонажу Райли ты испытываешь гораздо больше каких-то теплых эмоций, мне кажется, чем ожидаешь. Я, в принципе, не был готов к тому, что этот фильм оправдает свое существование. И я до сих пор не уверен, что он его оправдывает. Я просто не против того, что он существует, раз уж так получилось, если это имеет какой-то смысл. Если бы этого фильма не было, я бы не расстроился. Но раз он есть, я, в принципе, доволен тем, что увидел на экране. Две моих главных претензии к нему заключаются в том, что, а, он не говорит ничего принципиально нового или суперинтересного, чего первый фильм не сказал, пройдя через аналогичный конфликт. И второе, ставки в этот раз ощущаются значительно меньше. То есть, если в первом фильме Райли проходила через кризис личности, довершие ее практически до сбегания из дома, то есть до каких-то опасных последствий, которые могли бы для нее плачевно закончиться, то здесь конфликт чувствуется гораздо более камерным, когда она отворачивается от своих друзей, потому что хочет пройти в сборную школы по хоккею. Это жизненная история, да, потому что, когда у тебя начинается пубертат, ты, конечно же, хочешь чувствовать себя взрослее, чем ты по факту есть. И здесь этот конфликт передан достаточно логично. Опять же, я вот в очередной раз хочу употребить слово логично. То есть, в принципе, все то, через что Райли проходит в этом фильме, у меня не вызывает вопросов в плане, почему так, а не по-другому. Я просто не уверен, что глобальность вот этого вот показанного, она достигает уровня, который достигала первая часть. В эту же категорию я записываю урок, который фильм пытается преподать, про то, что ни одна эмоция не должна определять личность человека, и эта личность должна состоять из всех воспоминаний и из всех опытов, которые человек проживает. На что я говорю, ну да, наверное, это действительно был вопрос, на который нам нужно было отвечать. Ну, прям вот серьезно. Ему и в самом-то фильме уделено крайне мало внимания, настолько, что он становится актуальным только под самый-самый конец. Радость в этом фильме выкидывает ненужные, по ее мнению, воспоминания через специальную машинку на свалку, потому что она хочет, чтобы личность Райли определяли только хорошие, только добрые воспоминания, для того, чтобы она становилась по-настоящему прекрасным человеком. В конце она понимает, что если личность человека определяется только одним типом эмоций, то он не будет достаточно многогранным, и это не та власть, которая должна быть у нее в руках, да? Ни одна конкретно взятая эмоция не должна определять человека, с чем я, в принципе, соглашусь, но на протяжении всего фильма никто ей за это не предъявляет, пока она сама не доходит до решения проблемы. То есть, когда она выкидывает воспоминания прямо в самой первой сцене фильма, никто не говорит, блин, радость, а может быть, не стоит этого делать, выглядит как-то спорно. И потом, когда она взрывает эту кучу динамитом, никто, опять же, не привлекает внимания к тому, что, может быть, эти воспоминания не такие уж и бесполезны. Она как-то просто вот по ходу фильма доходит до этой мысли сама. И в какой-то момент просто случается кульминация, она такая, блин, ладно, я была не права. И все такие, а, ты была не права? Ну да, да, ты была не права, действительно. И случается хэппи-энд, замечательно. Моральный урок, который персонажи должны выучить, если он является краеугольным камнем конфликта, должен белой нитью проходить через все повествование. Если он появляется в самом начале, кто-то должен к нему внимание привлечь со потенциально негативной стороны, со стороны, которую главный герой поначалу не додумал для того, чтобы потом главный герой эту новую перспективу смог увидеть и полноценно оценить, чего здесь просто не наблюдается. Гораздо больше внимания в этот раз было уделено трем оставшимся не в удел в первой части эмоциям. У них есть несколько веселых шуток. Наверное, единственная шутка, из которой я смеялся в голосину, была у гнева, когда он доставал динамит изо рта рюкзака из Даши-путешественницы. Это был не совсем рюкзак из Даши-путешественницы, но это, очевидно, была отсылка к нему. Мне понравился этот момент. В целом, я бы описал этот фильм как логичное продолжение первой части, если бы первая часть не заканчивалась. То есть, условно говоря, если бы камера продолжала работать, и нам бы показывали, что у Ралли творится в голове, случилось бы примерно вот это. Я, впрочем, не убежден, что этот фильм должен существовать. Мне кажется, он недостаточно оправдывает себя в этом плане. Это просто веселая картина, которую можно с удовольствием посмотреть один раз, но возвращаться к ней снова и снова для того, чтобы получать от нее какой-то новый опыт. Я бы не стал, потому что нового опыта от нее получить вряд ли получится. Да, это просто полтора часа, которые вы можете убить. И тут я вижу два варианта. Либо народ со мной не согласен и видит в нем что-то, чего не вижу я. Либо такая посредственная, но достаточно ненапряжная развлекалова это то, что народу было прямо сейчас необходимо. И он своим кошельком это как никогда, кстати, показывает. Пиксару был жизненно необходим хит. Им срочно нужно было сорвать банк. Что прямо сейчас и происходит. Почему же тогда я радуюсь за них не совсем от чистого сердца? Ну, потому что я начинаю волноваться за будущее компании в долгосрочной перспективе. Попытайтесь понять, зачем я воняю, когда вижу такие классные рейтинги на Rotten Tomatoes и критики, и аудитории ставят ему больше 90%. Я просто читаю эти отзывы и вижу там примерно тот же самый ресентимент, что чувствую сам, только с более положительным наклоном, скажем так. Мне понравилось то, что этот фильм подходит абсолютно всем членам моей семьи, не в зависимости от возраста. После недавних плохих релизов Пиксара я пошел на головоломку 2, ничего не ожидая, но вышел из кинотеатра удовлетворенный и в принципе развеселенный. То есть это фильм, который веселит, это его основная задача, это просто неплохое время для провождения в кинотеатре, но это не что-то особенное, это не что-то суперяркое, это не какое-то новое слово в индустрии, это фильм, который не пытается сказать ничего принципиально нового, но при этом рубит гигантские бабки и бьет рекорды. Что это говорит не только нам, но людям, которые ответственны за жизнь Пиксара в целом? Да что это говорит Бобу Эггеру во главе Диснея сейчас? Ему это говорит, что на сиквелы нужно делать абсолютный и бесповоротный уклон и забить на оригинальные проекты. Он еще в начале прошлого месяца примерно то же самое и говорил на финансовом созвоне про то, что мы слишком сильно ударились в количество, в то время, как нужно было делать акцент на качестве, в ближайшее время мы сосредоточим наши усилия, наши подразумеваются Пиксара и инхаусной студии Диснея на сиквелах, на продолжениях, то есть на чем-то, что не требует таких крупных вложений в плане маркетинга. Он буквально так и сказал, это его прямая цитата. Как вы думаете, что ему скажет такой рекордный сбор у сиквела? Ему это скажет, что его стратегия рабочая, и мы не можем его обвинить в обратном, да, эта стратегия действительно рабочая, но если у Пиксара, поймите мою линию мысли сейчас, да, если у них было несколько оригиналов подряд, и все эти оригиналы с треском провалились, после чего они выпускают сиквел, который моментально срывает банк, это означает, что им в ближайшие много лет, если вообще у этого количество времени есть какое-то ограничение, нужно делать сиквел за сиквелом, сиквел за сиквелом, история игрушек 7 сама себя, сука, не нарисует. Я боюсь того, что история игрушек 5 в принципе существовать будет, но я понимаю, теперь смотря на вот эти цифры, что скорее всего только на пятой истории игрушек франшиза не закончится, хотя и нужно было закончиться еще на третьей. Мы с уверенностью можем сказать, что студию не закроют, не расформируют, они зарабатывают бабки, а значит избавляться от нее нету никакого смысла. Нужно просто по-другому подходить к ее релизам, да, немного другую философию использовать. Я просто боюсь, что эта философия может свестись к потоковому производству сиквелов и либо отсутствию, либо просто недостатку каких-то оригинальных идей. Но, хей, по крайней мере, я получил развлечение за свои деньги. Не каждый фильм может такое предоставить. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что вы зашли ко мне на канал послушать мои мысли. Спасибо за ваши лайки, комментарии, подписочки. Увидимся с вами в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok